Здравствуйте дорогие друзья! Я Екатерина Бердюгина, преподаватель школы художник онлайн. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как масляными красками написать стеклянные предметы. Предлагаю приступить к работе. Итак, друзья, для написания этой работы нам понадобится вертикальный формат. Писать эту работу можно на двойнике, состоящем из пенена и льняного масла, либо можете взять пенен и домарный лак. Краски которые нам понадобятся белила титановые, охра светлая, кадмий желтый средний, краплак красный, умбра натуральная, кадмий красный, светлый, либо темный и ультрамарин, какой есть в вашей палитре. Итак, приступим к работе. Начинаем мы с вами с компоновки предметов в формате. Для этого можно взять либо тонкую кисть, либо кисть среднего размера. Возьмем ухру светлую и разведем ее очень жидко на палитре. Для начала наметим линию плоскости стола, она у нас находится в нижней части формата и после этого можно наметить основные массы предметов, бутылку и бокал. Бокал чуть ниже стоит, чуть ближе к нам. Намечаем очень примерно так, чтобы предметы не были слишком крупно скомпонованы и не мельчились в формате. После такого примерного наброска начинаем уточнять характер каждого предмета и строить по отдельности каждый предмет. Намечаем форму и высоту бутылки. Можете измерить высоту горлышка таким образом, посмотреть сколько раз горлышко влазит у вас в бутылку и сколько раз оно влазит в бутылку на референсе. Горлышко у бутылки здесь довольно длинное. Старайтесь правильно брать пропорции предметов. Также две части бутылки, две ее половинки будут симметричны. Можете померить симметрию вот таким образом относительно осевой линии. Эллипсы у нас разворачиваются не слишком сильно, так как мы смотрим на предметы прямо и ракурсы сверху либо ракурса снизу у нас с вами в этой работе не будет. Эллипсы все очень узкие. Затем начинаем строить бокал, намечаем его осевую и относительно осевой выстраиваем две его половинки так, чтобы они были одинаковые. Берем характер бокала, намечаем его ножку. В основании бокала лежит эллипс, его разворот мы с вами лучше видим, чем разворот верхнего эллипса бокала. И конечно же показываем границу жидкости в сосуде и в том и в другом. Затем прорисовываем пробку лежащую на столе и после завершения этапа построения и рисунка можем приступать к живописному раскрытию холста. Для этого возьмем широкую кисть и начнем с фона, для того чтобы нам проще было брать цвет и тон предметов к уже заложенному цветному фону. Итак, возьмем охру, больше разбавителя, кадмий красный и немного умбры. Попробуем положить такой цвет в угол формата, чуть-чуть добавим желтого. Цвет должен быть более оранжевым. Можем добавить в верхнюю часть таких оттенков и к низу тональность этого цвета должна меняться, он должен становиться чуть светлее. Добавляем больше разбавителя желтого и красного в оттенок, чтобы он стал более оранжевым и светлым. Затем можно слегка снять лишний слой, либо обобщить эти мазки с помощью большой кисточки. По-разному можно обобщать. После этого берем умбру, добавляем ее в наш предыдущий замес, чуть-чуть красного. И нам нужно раскрыть плоскость стола. Она плотнее, темнее в тоне, но также жидко и безбелильно мы с вами ее раскрываем. Стараемся не нарушать рисунок. И пока оставляем в таком варианте фон, можем приступать к написанию предметов. Бутылка у нас из темного стекла. Берем умбру и добавляем кадмий желтый. Начинаем с ее силуэта и пишем как бы по краям. Затем берем больше желтого и входим в самый центр. Бутылочки. Сразу делаем мягкое касание. У нас уже получается эффект материальности стекла. Затем нам нужно написать нижнюю часть, где налита жидкость. Замешиваем ее через красный краплак и синий. Напишем ее через фиолетовый оттенок. Стараемся не нарушать форму бутылки. Если где-то нарушили, ничего страшного, потом мы с вами можем ее поправить. Полностью закрываем всю нижнюю часть бутылки. Показываем эллипс в нижней части. Можно где-то добавить больше красных рефлексов. И затем в верхней части нам необходимо написать темную бумагу. И расставить блики и какие-то светлые части на бутылке. У нас есть в этой части светлая полоса и растяжка. Ее можно показать. Также в этом месте можно сделать зеленый рефлекс. Вообще стеклянные предметы очень сильно рефлексируют и отражают от себя пространство и предметы. Поэтому в них может быть большое количество рефлексов и бликов. Также можно затемнить в этой части чуть-чуть в умбру добавив красного. Итак, после этого поставим блики на бутылке. Они дадут нам объем и эффект стеклянности предмета. Берем белила и ультрамарин. Немножко добавим в этот оттенок охры. Итак, ставим блики. Блики не должны быть чисто белыми. Делайте их цветными. Смягчаем касание бликов в некоторых частях. И на черной бумаге можно сделать матовый блик более теплый. Через желтые с охрой и с белилами. Где-то можно чуть ярче поставить. Но старайтесь не переборщить. Продолжение следует. затем приступаем к написанию бокала конечно начнем с его центральной ярко-красной части берем краб лак кадмий красный и умбру можно брать также ультрамарин синий чтобы цвет был более фиолетовым можно пройтись по общей массе жидкости более светлым красным а в нижней части утемнить цвет старайтесь держать форму и рисунок и в центральной части нам необходимо поставить яркий красный мазок можно добавить чуть-чуть белил чтобы цвет стал более светлым и немного желтого старайтесь не переборщить с белилами чтобы не разбилить немножко зайдем этими же оттенками в ножку бокала так как в ней отражается вино налитое в бокал и можно ярким красным цветом пройтись по стенке бокала не везде только с одной стороны берем белила и охру немножко можно добавить синего и проходимся с светлыми оттенками по ножке бокала и по боковым его частям но не везде не надо делать такую яркую белую обводку лишь слегка показываем его форму в этой части нам надо закрыть цветом фона бокал так как он прозрачный и на этом этапе можно поставить блики чтобы уже понимать форму с помощью белил и синего можно немножко добавить охры мы с вами ставим блики блик должен быть холодным с небольшим добавлением желтой или охрысти краски данном случае можно сразу чуть поярче его поставить может быть более желтым сделать и и и и и и и И затем можно взять тонкую кисть и еще более тонко пописать основание ножки и саму ножку. Блики придают материально стеклу, но старайтесь не переборщить их количество. Можно взять умбру синим и войти в ножку более темными оттенками, как бы показав как переливается стекло. Если необходимо поставить еще бликов, ставьте. После этого можно приступать к написанию пробки. И потом немножко вернуться к фону. Пробка у нас темная. Тень можно написать через умбру с красным, а свет он чуть светлее, чем цвет фона. Поэтому пишем ее через белило с охрой с небольшим добавлением кадмия красного. Можно еще светлее сделать, в тени она довольно темная. Делаем ее светлее для того, чтобы был хороший контраст с плоскостью стола. И можно показать на ней фактуру, либо какой-то рисунок. Затем возьмем кисть пошире и покажем отражение в столе от бутылок. Отражения имеют такой же цвет, как и предмет. Чуть более светлый по тону. Старайтесь не переборщить с плотностью цвета. И, конечно же, у отражения должны быть мягкие касания по краям. Также отражаем бокал и пробочку. Чуть потемнее сделаем бокальчик. Можем отразить и блики совсем чуть-чуть. И после этого крупной кистью можно еще немножко пописать фон. Возьмем белило. Желтый. И такими светлыми оттенками пройдемся возле бутылки с двух сторон. Усилим ее контраст к фону. Смягчим касание дальнего плана. И где-то можно с помощью широкой чистой синтетики смягчить касание предмета к фону для того, чтобы бутылка с бокалом у нас хорошо вошли в пространство. Это можно делать не везде, но в некоторых местах это может усилить эффект объема и материальности. Итак, дорогие друзья, мы с вами выполнили этюд из двух стеклянных предметов. Я надеюсь, вам удалось передать материальность стекла, и вы поняли как писать масляными красками стеклянные предметы. Желаю вам творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok